как техно стаб, такой короткий мощный выразительный звук. Для этого мы привяжем ручку местоположения Frequency к огибающей Envelope 2. Звуком мы выберем классическое воспроизведение, релиз покороче, и вот Decay и Sustain определяют длину звука уже при проигрывании. Друзья, всем привет! С вами Иван Романовский, мы находимся в Музыкальной Академии Резонанс, и в этом видео мы узнаем, как писать Tech House. Если вас интересует стиль музыки Tech House, и вы хотите писать как Крис Лейк и подобные музыканты, то в этом видео мы расскажем и покажем, как это делать правильно. А также в конце видео я предоставлю вам весь проект вместе с сэмплами для скачивания и ознакомления в домашних условиях. Поехали! Начнем с того, что мы находимся в проекте Ableton Live в режиме аранжировки, и здесь я активирую инструмент цикла, чтобы писать в рамках этого небольшого квадрата. И в первую очередь давайте выберем партию драм-секций и бочку для нашей композиции. Если выбираете Tech House, то это нужно брать соответствующие сэмплы в данной стилистике, либо искать бочку более мощную, более выразительную и яркую. Вот из предоставленных бочек, которые мы здесь слышим. Можно взять какую-то из подобных бочек, я их размещаю на дорожке MIDI в инструменте Simpler, прописываем партию ударов бочки, 4 удара у нас в одной доле, и повторяю такое несколько квадратов. Она не выглядит сильно напористо, не выглядит слишком массивно. Для этого мы можем использовать еще инструмент Drumboose. В Drumboose можно добавить эффекта драйва. Если вас не устраивает мягкое звучание, попробуйте жесткий режим. Если вас все-таки интересует длинная бочка и более массивная, то можно добавить ручкой Boom, гул, басовую линию, которая соответствует определенным герцам, например, с привязкой к какой-то конкретной ноте. Но мы этот Boom здесь не будем использовать. В Tech House все-таки по суше, поинтенсивнее. Далее смотрим на левую часть. Здесь нас интересует темп. 126 ударов. Это такой оптимальный темп для современного танцевального Tech House. Будем отталкиваться от этого темпа. Если вас интересует обработка бочки, самый оптимальный вариант это сделать с помощью стандартных пресетов эквалайзера KIKIQ1. Но в данном случае помассивнее бочку вы можете найти в KIKIQ4. Помните, что при использовании пресета вам нужно сделать тише выходящий сигнал, чтобы у вас не было перегруза на канале. Мы ее сделали более мягкой. Возможно, это не очень хорошее решение. В будущем, может быть, отключим. И после можно использовать эффект компрессии, такой как лимитер. Если у вас перегруз идет на канале, то таким образом вы можете обезопасить себя от лишних перегрузов. Более того, можно еще усилить звучание бочки, если вы ручкой Gain громкостью настигаете и увеличиваете входящий сигнал. Таким образом, щелчок становится тише, а хвост становится мощнее и громче. Ну, советую сильно не экспериментировать с этим звуком. Возможно, без эквализации. Не экспериментируй с большим количеством компрессии, потому что это может вызвать не совсем приятное, комфортное звучание. Далее, следом у нас идет хлопок. Хлопок у нас пишется во второй и четвертой доле в танцевальном хаос-музыке. И для этого мы используем тоже какой-нибудь сэмпл. Желательно, чтобы из раздела, посвященных тег-хаосу. То есть это какие-то резкие, мощные сэмплы, яркие, выразительные. И вначале с большим акцентом на атаку. Следом у нас идет уже элементы хай-хеты и дополнительные симбалы, райды. Мы можем их использовать всех в одном инструменте под названием drum rack. Drum rack я располагаю на дорожке MIDI. И вот сюда давайте мы воспользуемся несколькими звуками. Из стандартных звуков я возьму какой-нибудь симбал. Желательно симбал со звуком райд. Возможно, можно использовать райд вместо симбала или open high-hat. Но мы давайте воспользуемся стандартным звуком симбал. Располагаем его в любой ячейке drum rack. И для того, чтобы он у нас не звучал слишком длинным звуком, мы выберем классическое воспроизведение, релиз покороче. И вот decay и sustain определяют длину звука уже при проигрывании ноты. Ноту я располагаю таким образом, чтобы она у нас заканчивалась ровно в хвост. Заканчивался, когда у нас появляется хлопок, чтобы она у нас не мешала хлопку. И располагаем в шахтном порядке по отношению бочка. Бочка, удар хай-хета. Бочка, удар хай-хета. Звук может быть не самый выразительный, поищем поинтересней. Временно на мастер-канале я использую какой-нибудь инструмент компрессии, чтобы у нас не было перегруза на мастер-канале. А для того, чтобы написать более грамотную композицию, пишите ее с небольшим запасом по громкости без лимитирования на мастер-канале в минус 6 децибел. Попробуем еще подобные звуки симбал. Как они по восприятию у нас будут звучать. Возможно, мы добавим еще и симбал, для того, чтобы это более выразительно звучало, и все-таки у нас open hi-hat не был таким глухим. Давайте по такому же рисунку продублируем наш open hi-hat. Теперь, чтобы добавить дополнительных акцентов, мы можем прописать партию hi-hat дополнительным рисунком, и звук здесь можно уже взять более короткий, поэтому я используюсь библиотекой сэмплов. Здесь уже можно поставить эксперимент с каким-то более частым повторением и ритмическим рисунком. Тоже для усиления партии и драм-секции можно использовать инструмент drum boost. Вот hi-hat и хлопок, чтобы сделать более выразительным, мы воспользуемся drum boost на группе этих дорожек. И используем партию transient, для того, чтобы удлинить их и усилить по частотам. Потише сделаем выходящий сигнал. Теперь партия за басовыми линиями. Добавим MIDI-дорожку. Басовую линию я советую студентам часто делать из пресета аналог бас. Square Pure Bass называется пресет. Здесь квадратная форма волны в аналоговом синтезаторе. Вполне прилично звучит, особенно если приглушить ручкой фильтрации frequency, то получится вполне прилично. Мы создаем маленький клип. Длина клипа должна быть от 1 до 1.3. В таком размере клипа очень удобно писать партию басовой линии для Tech House. Если особенно вы хотите какой-то такой грувовый и достаточно качевый звук написать, то вот такой размер квадрата и повторяющийся рисунок нот, который вы можете изобразить из трех нот. Здесь вы рисуете любой длины в сочетании из двух-трех нот. Можете четыре ноты размещать, но оптимальный рисунок, такая золотая середина, золотое сечение, это если вы располагаете какие-то три основных ноты. Разумеется, их расположение и эксперименты над их звучанием дадут вам очень много разных вариаций и очень много разных треков. Формула волны Square, если нам нужно более агрессивное и коммерческое звучание, можно ее использовать. Если вы хотите еще усилить эффект, добавьте больше резонанса и откройте ручку фильтрации Frequency. Если вам хочется более коммерческого звучания больше, то преследуйте Square волну и открытый фильтр. Если вам хочется более мягкого звучания, то заглушайте ручку Frequency и попробуйте форму волны треугольник. Так будет более звучание, у нас получаться более диповое, диповое и глубокое, сабовое. Мы используем на группе драм-секции небольшую реверберацию. В реверберации пробуйте использовать маленький размер комнаты, потому что не должны разлетаться эхо и реверберационные эффекты. Это должна быть короткая, закрытая комната и с небольшим decay time и небольшое количество обработки для партий драм-секции. Дальше у нас идет партия вокала. Вокал можем изобразить с помощью любого источника сигнала, который у вас доступен. Например, у вас есть какая-то партия вокального сэмпла. Можно использовать режим Slice для того, чтобы над ним поставить эксперименты. В режиме Slice любой сэмпл превращается на маленькие отрезки и чтобы увеличить эти отрезки можно попробовать изменять вот этот параметр sensitivity, чувствительность. Далее вы создаете MIDI-клип и расставляете нотки в случайном порядке в ритмических частях в начале доли, в конце доли или посерединке доли. И экспериментируйте с положением разных фраз. Чем чаще, чем больше вы экспериментов ставите, тем более разные рисунки партии вокала у вас будут появляться. Нужно искать такой рисунок вокала, который вас будет устраивать, который вам понравится вам, вашим соседям, вашим друзьям, кому бы вы не поставили, чтобы это всем доставляло удовольствие. Нельзя, чтобы в вашем вокале при вот таком использовании были какие-то крякающие звуки, некрасивые, неприятные или, может быть, раздражающие. Оригинал у нас звучит вот таким образом. Если мы запустим этот сэмпл в классическом варианте, вы услышите, что это спетый вокал, который содержит разные фразы, и мы его просто нарезали на маленькие отрезки, и очень легко получилось его использовать. И еще, возможно, не хватает какого-нибудь мелодичного звука и нескольких эффектов. Для мелодичного звука мы воспользуемся здесь стандартным синтезатором Wavetable. В синтезаторе мы можем выбрать форму волны, например, какие-нибудь форманты, и попробовать эксперименты поставить над источником, чтобы он у нас зазвучал как техно-стаб. Такой короткий, мощный, выразительный звук. Для этого мы привяжем ручку местоположения Frequency к огибающей Envelope 2. В разделе матрицы можно сделать фильтр Frequency 1 привязать к Envelope 2. Теперь, когда вы играете ноты, автоматически открывается фильтр. Может быть, привязку не такую интенсивную. Если нужно усилить звучание Wavetable, подключаем нам второй осциллятор. Можно добавить Sub. На октаву выше сделать инструмент. Добавить режима Unison. И, например, прописать эту партию вживую, но сделать предварительно погромче источник сигнала. Субтитры создавал DimaTorzok К примеру, у нас получилась более мажорная мелодия. Если я хочу сделать что-то более минорное, я могу попробовать использовать другой набор нот, который у нас здесь используется в нашем клипе, и сделать что-то более минорное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, надеюсь, это было полезно и вы узнали для себя что-то новое и попробуйте написать свою композицию и напишите комментарии, что у вас с этим получилось. Вступайте в нашу банду, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на значок колокольчик, чтобы быть в курсе уведомлений о всех новых видеозаписях, которые выходят на нашем канале. С вами был Иван Романовский. Не забывайте, что этот проект, который мы сегодня рассматривали, есть в описании к этому видео и вы можете его скачать. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и всего хорошего и успехов в творчестве. Пока-пока.